Несмотря на погожий денек, встречу с главой района жители решили провести в помещении своей управляющей компании, СПЖЭК. Ведь вопросы предстоит решить серьезные, чтобы ничто не отвлекало. И, как говорится, сразу к делу. Дороги – основная тема разговора. В прошлом году на некоторых улицах Пиццеграда был сделан ямочный ремонт. Но, как показала практика, этого явно недостаточно. Значит, у нас по дорогам с 2011 года обещание, вот эти Маслеева, 1, 7, 8. Вы знаете, по этой улице Маслеева, вот здесь мемориал, и вплотную к этому буквально 2 сантиметра дорога по Маслееву. Это ухабы, рытвины, канавы, это озера. Мы же знаем, что ремонт квартальных работ, он осуществляется в рамках нашей программы муниципального ремонта, благоустройства, ремонта дворовых территорий. У нас в городе 300 дворов. Вот так и везде живут люди, да, и везде, на самом деле, эта работа давно уже и не проводилась. Хотя, вот, ладно, про депутатов не буду говорить. Давно не проводилась. Мы за один год, за два года, мы не можем чисто физически, чисто финансово войти. Она бы, конечно, очень хотелось войти в каждый двор, да, и на Углич, и на Северный, и на рабочий поселок, и в Пиццеград, и на ферму. Но мы не можем. И вот этот перечень, он формируется путем голосования жителей на портале Добродел. Вы все о нем прекрасно знаете. И вот тот двор, который набирает большее количество голосов, а мы это делаем зимой, зимой, заводи готовясь, да, мы эти дворы, этот адресный перечень дворов, и включаем в программу ежегодно, каждый год. Вот, насколько я понимаю, что у нас Масливый не попал в этот. Опять не попал. Ну, что значит опять не попал? Значит... Еще из вопросов, озвученных на встрече, состояние тротуаров и местного стадиона. Там требуется приличное покрытие. Хорошим выходом в этой ситуации стала бы отсыпка спортивной площадки песком. Представителей старшего поколения беспокоит отсутствие социальных маршрутов на некоторых направлениях. Льготные автобусы, к примеру, не идут через микрорайон «Звездочка». Транспорт у нас только ходит, кооперативные эти маршрутки. Почему к нам не ходят эти муниципальные автобусы? Почему социальные маршруты не ходят? Нет. Значит, когда мы были в администрации, нам объяснили, вас обслуживает ООО «Орбита». Вот они как раз на социальном маршруте работают. МОЗ «Автодор» и ООО «Орбита». Автобус, который ходит. А на коммерческом только гильдия перевозчиков. А у ООО «Орбита» два перевозчика областных, которые работают. Которые ходят в два часа, один автобус идет. Значит, ходят? Ходят. А если мне врач назначает на «Звездочку» ехать? Давний болезненный вопрос Птицеграда – отсутствие медпункта. Если быть точным, то помещение для него. Поскольку для открытия подобного учреждения необходимо выполнить ряд требований. Были вопросы, связанные с медпунктом, который жители просят. Это, на самом деле, самая такая больная тема. Потому что не могут здесь найти помещение свободное, муниципальное, чтобы был медпункт. В подвале, в котором раньше размещался медпункт, там просто Роспотребнадзор запретил. Но я думаю, что мы совместно с жителями договорились, что будем присматривать помещение. В том же техникуме, может быть, если нам разрешат, то мы, может, в аренду возьмем и откроем все-таки медпункты. В целом, разговор получился острым, но конструктивным. Глава района пообещал скорректировать текущие планы, чтобы заложить пожелания жителей в будущие программы. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города.